Новая неделя Новая неделя Новая неделя Новая неделя Новая неделя Новая неделя И выпускать свое творение на консолях текущего поколения и ПК они планируют осенью этого года. Говна недавно начали усиленно бурлить в сообществе For Honor, когда один из социально активных юзеров, вооружившись калькулятором, вычислил, что для того, чтобы собрать все косметические предметы в игре, рядовому пользователю понадобится потратить или непостижимое количество времени на гринд, или чудовищную сумму на донат. Охваченные праведным гневом игроки начали угрожать Ubisoft несогласованными бойкотами и просто кидаться какашками. Даже натянутые доводы и оправдания разработчиков в прямом эфире толпу не впечатлили и накал драмы не сбавили. Так что Ubisoft решила немного унять свои аппетиты и увеличила количество внутриигровой валюты, выдаваемой за определенные действия. Точные цифры по каждому пункту вы можете узнать, перейдя по ссылке из описания. А если вкратце, то, по уверениям разработчиков, аудитория теперь сможет добывать на 45% больше валюты в первые два часа геймплея каждый день. На прочей тревоге сообщества, типа частых дисконнектов, далекого от идеала матчмейкинга и имбы в лице персонажа-избавительница, Ubisoft реагирует весьма неспешно. Но не устает напоминать, что команда лучших инженеров денно и ночь начинит все, что плохо работает. Надо лишь немного потерпеть. Студия Ninja Theory, в недрах которой кипит работа над Hellblade Senua's Sacrifice, исправно поставляет всем интересующимся занимательную информацию о том, как функционирует геймдевелоперская кухня. На этот раз дневники разработчиков повествуют о том, какую роль в Hellblade будет играть звук. Для более органичного погружения в игровой процесс специалисты трудятся над позиционированием эффектов, чтобы избавиться в том числе от визуальной отметки, указывающей точку назначения на экране, и вместо этого направлять геймеров к цели при помощи звуков. Для более плотной связи игрока с героиней разработчики идут на такие хитрости, как синхронизация дыхания персонажа не только с его движениями, но и с окружающим миром, например, с мерцанием углей и искр в горящем лесу. Короче, окунуться в дебри психологии, профессионального ASMR и прочей научной чертовщины, демонстрирующей, насколько Ninja Theory задуряется со звуковым сопровождением игры, строго рекомендуется. Очевидцы тем временем заявляют, что по Москве бегает неопознанный рыжий мужчина и радостно орет «Ура, я сделал!». Так что запасайтесь чаем с пельмешками. Похоже, сегодня на StopGame.ru появится обзор Mass Effect Andromeda. Всем пока!